всем еще раз добрый вечер сегодня у нас с вами начинается цепочка семинаров по логическим функциям я назвала применение логические функции в excel часть 1 а мы будем говорить сегодня о функции если только о ней ну и как бы основные позиции возьмем по всей логике а значит для тех кто не в курсе да меня зовут сидор валина владимировна вверху вы видите мой электронный адрес на всякий случай это какие-то вопросы будут возникать после нашего курса по курсу или нет без разницы можете прислать задавать здесь же вы видите мои статусы но и стаж пет работаю у меня фактически уже двадцать шесть двадцать седьмой год уже пошел значит курсы которые ведут это цепочка excel word powerpoint prezi но и базовая компьютерная подготовка это уже очень редкие для меня курсы вот значит что у нас из себя будет представлять цепочка наших семинаров наших семинаров заложено семь частей то есть пошагово у нас будет рассматриваться возможность функции если при работе в цели первый уровень то что мы будем говорить это просто функция если вторая часть это если с использованием логических связок то есть при проверке нескольких условий одновременного или не одновременного выполнения третья часть вложения если если когда мы можем рассматривать 4 5 6 одновременно результатов одном столбце используя только одну функцию четвертая часть представляет из себя если с использованием функции ссылки массивы это функции vpr и гпр и индексы поиски позиций там и так далее пятую часть если функция категории информация информационные или раньше это категория называлась функции проверки свойств значений про нее просто мало кто знает вот эта функция который проверяет такие условия как находится ли в ячейке текст число то есть и текст и число и четный и нечетный там и ошибка там и так далее очень много разных ешек в результате они все дают выводы истинной или ложь то есть логические выводы с помощью дополнительной функции если мы можем делать какие-то другие выводы шестая часть функция если другие функции то есть здесь мы будем рассматривать разные от оставшиеся категории там статистику может быть посмотрим значит что у нас там еще база данных функции там и так далее ну и седьмая часть эта функция если формулах массива тот кто у нас посещал третий уровень цели они знают что такое формула массива там формируется через функцию если может формироваться виртуально массива который мы потом обрабатываем функция минимум максимум там среднее значение и так далее так вот как применяется фору функция если формулах массива и так содержание нашего сегодняшнего семинара мы немножко поговорим о том когда применяются логические функции в таких случаях общие сведения о логических функциях которые есть в цели естественно функция если полная неполная форма рассмотрим и не столько примеров без примеров естественно мы с вами не уйдем практика будет нужна и так когда у нас с вами применяются функции логики ну во первых логические функции это те функции которые чаще всего дают логические ответы в наших вопросах допустим и условия выполняется мы говорим да условия не выполняется мы говорим нет в логических ответах это звучит как истина и ложь то есть условия истинности когда проверяются и так когда мы применяем функции логические но во первых если нам нужно просто выяснить истинность нашего какого-то условия допустим ячейка а3 больше 100 ставим условия и в ответе мы увидим либо истина либо ложь во втором случае мы просто должны сделать какой-то вывод то есть проверьте одно или несколько условий сделать вывод в виде ну опять же можно сказать логического сообщения истина ложь виде какого-то текстового сообщения например да нет больше меньше плохо хорошо нам и так далее или числовые ответы чаще всего такой результаты каких-то вычислений или установка какого-то варианта допустим коэффициентов процентных ставок и так далее какие функции логически есть в он excel я возьму стандартный набор это 7 функций истина ложь не и или и если и в 2007 версии появилась еще если ошибка вот давайте посмотрим на примере возьмем откроем excel любой версии какая есть и допустим в ячейке а1 мы введем число 10 а в ячейке b1 введем число 0 например и сначала посмотрим такой такую формулу в ячейке c1 мы напишем равно а 1 больше 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 b1 и так а 1 больше b1 жмем на enter завершаем формулу и excel анализирует это условие говорит истина то есть да действительно 10 больше 0 если мы поставим допустим ячейку что потеряли значок больше на английской раскладке если в ячейку b1 мы введем допустим число 20 то вопрос 10 больше 20 английская раскладка как перейти либо контр-шифт либо альшифт имя получилось в ответе если в ячейке b1 будет написано число 20 то 10 больше 20 это неправильное высказывание значит в ответе будет ложь то есть в принципе мы формулу можем писать просто чейка сравниться чейкой в ответе мы будем видеть логические выводы истина или ложь теперь по поводу функций значит функция истина если я напишу равно равно истина и открытая закрытая скобки или просто enter в ответе даст только себя то есть равно истина это истина соответственно если возьму функцию ложь равно ложь это ложь это понятно да то есть функция истина не может дать ответ ложь и функция ложь не может дать ответ истина сами по себе эти функции в excel нигде не используются они бесполезны они используются где то в других функциях допустим если в ячейке а3 стоит истина то сделать то то а иначе сделает другое вот или когда они привязываются к элементам управления эти чеки теперь функция отрицания функция не значит заменяет значение то есть меняет направление истинности ложь на истину истину на ложь ну например если я возьму так не и сошлюсь на ячейку c1 в ячейке c1 результат вычислений говорит ложь отрицание будет давать истину то есть мы говорим не вернее а1 не больше b1 это истина да десятку же меньше пошло да итак не истина дает ложь не ложь дает истину то есть направление меняется опять сама по себе она где то используется очень редко мы с вами в таблицах видим какие то столбцы со значением истинности ложь или истина очень редко встречаются чаще всего мы привыкли к каким то либо текстовым сообщением либо к числовым каким то решением вот когда можно это использовать не иногда пишут так вот помните в математике у нас есть условие не равно то есть если бы я хотела проверить равно или не равно а1 и b1 то есть мне бы было нужно написать а1 меньше так секундочку меньше равно это значок неравенства и сослаться на b1 это один из вариантов это да истина то есть отрицание видно а могла бы я написать вот так смотрите а1 равно b1 и поставить вокруг нее функцию не то есть обрамить это условие в отрицание видно то есть кому как удобнее если вы забываете что такое не равно как этот значок использовать то есть вы можете сказать равно а потом сделать отрицание функции не то есть вот такие вот варианты это два идентичных решения одной и той же задачи это одно и то же а1 не равно b1 далее следующая функция это функция и это функция логических связок если я возьму равно и я могу поставить проверку нескольких условий например ячейка а1 больше нуля второе условие точка с запятой ячейка b1 равна нулю точка с запятой ячейка а3 и равна истине ну и допустим закрыть эту скобку закрыть эту функцию функция и проверяет каждой из вот этих трех поставленных условий в каждом говорит истинно или ложь и объединяет все в один ответ давайте будем проверять по шагам а1 больше нуля больше нуля это истина b1 равно нулю b1 там у меня сейчас 20 стоит не равно значит это ложь а3 истина это истина плюс то есть получили плюс минус плюс и говорит о том что все эти три решения нужно объединить в условия одновременно то есть все они должны быть плюсами чтобы получить в итоге плюс если хотя бы одно отрицательное значение значит и дает отрицательное высказывание или ложь то есть завершаю формулу смотрю да действительно ложь и так значит вывод смотрите функция и у нас дает истину когда все условия выполняются все истины мы или мы говорим ложь получается у этой функции только в том случае если хотя бы одно ложно если хотя бы одно ложь из всех которые мы с вами прописали она да конечно все что мы будем делать я буду сохранять в личном кабинете конечно будет выложено и так и функция дает истину только в одном случае когда все истины а вот если я тоже самое тот же самый набор условий заключу функцию или это вторая логическая связка функция или говорит о том что или первое или второе или третье должно быть истинным в этом случае у нас что получится первое условие выполняется да второе нет третье выполняется итак или если есть хотя бы один плюсик то есть если хотя бы одно выполняется значит все здорово а если все отрицательные решения значит это единственная ложь то есть функция или нам будет ложь давать в том случае когда все условия ложны а истину будет давать во всех остальных случаях то есть хотя бы одну истину если хотя бы одной истина но как вы видите эти две функции также в ответе только дает либо истина либо ложь если и только одна из всех функций может нам сообщать текстовые либо числовые результаты это функция если значит функция если состоит из трех аргументов первый аргумент называется в excel логическое выражение мы его назовем попроще это будет условие условие которые мы проверяем второй аргумент называется значение если истина пусть это будет просто истина так истина и третий аргумент что делать если ложь мы его назовем просто ложь итак если условия упомняется то делай так иначе делай по другому И в этом случае нужно вспомнить, опять же, позиции логики. Функция «если» может быть представлена в полной и неполной форме. Значит, что такое полная форма? Когда мы ставим условие и даем два варианта решения. То есть говорим, если условие выполняется, то действие первое, иначе действие второе. Неполное, если говорим, когда выполняется условие, делай так, а иначе ничего не делай. То есть полное, если когда два варианта решения, неполное, если когда один вывод, один результат. Ну, например. Например, сделать так. Если общая сумма по какой-то позиции превышает одну тысячу, то менеджеру платим премию 1% от этой суммы. Иначе менеджеру платим 0,5%, допустим, от премии, вернее, от этой суммы. А вот неполное звучит так. Если сумма превышает тысячу, то менеджеру платим 1% и все. Но в остальных случаях мы ничего ему не доплачиваем. Вот. В этом случае, когда мы с вами будем работать с функцией Excel, с функцией Excel в Excel, мы должны с вами решить, недостающий ответ мы как-то будем прописывать или не прописывать. Ну, об этом чуть похоже. Сейчас давайте создадим себе небольшую табличку для того, чтобы проверить несколько из вариантов решений. Давайте создадим чистый лист в Excel и сделаем так. Вспомним интересные быстрые способы заполнения таблицы. Просто новый листик создаем. Готовы? Задача такая. Мне нужно быстро написать суммы по продажам в нескольких филиалах. Они будут называться у меня филиал 1, 2, 3. По месячной, с января, по декабрь. То есть ячейки А2. Мне нужен список месяцев. Пишем Янву. И через вот этот вот плюсик маркера автозаполнения мы просто растягиваем до декабря. Список месяцев. А в ячейке B1 мы пишем филиал 1. И точно так же маркером автозаполнения копируем вправо до, допустим, филиал 4. То есть быстрое создание с использованием маркера автозаполнения. Кстати, маркер автозаполнения очень подробно рассматривается на первом уровне цели у нас. То есть если кто-то был когда-то, знают, да. Если нет, можете к нам прийти, если у вас есть проблемы. Значит, что дальше? Дальше мне бы захотелось вот эти ячейки быстренько какими-то числами запомнить. Не хочу вбивать вручную. Есть в Excel функция, которая позволяет формировать случайный набор чисел. Она называется, их две вариации. Есть функция ссылочисл от нуля до единицы, дробные числа. И есть случай между целые числа в каком-то законном прорежутке. Давайте так. Мы выделяем вот этот диапазон. Пишем равно. Вызываем функцию случай между. Случ между. И ставим нижнюю и верхнюю границу. Пусть будет нижняя граница у нас 100, а верхняя граница 10 тысяч. 100 минимум, точка с запятой. 10 тысяч максимум. Закрываем скобку, а дальше смотрите. Чтобы у нас все эти формулы, все ячейки сразу заполнили, жмем Ctrl-Enter. Ctrl-зажали на Enter, нажали. И вот какие-то числа мы получили. Теперь нам нужно с вами избавиться от формулы. Объясняю почему. Потому что иначе при каждом изменении любой ячейки эти числа будут пересчитываться. То есть нужно их зафиксировать. Диапазон выделен. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопировали, вставили. И вот здесь вот в кнопочке SmartTab, Ctrl, выбрали команду 1, 2, 3 в параметрах вставки. Это вставка значений. 1, 2, 3, вставка значений. То есть сейчас у нас в каждой ячейке конкретное значение фиксированное. И мы не придумывали эти числа, просто случайно забили. Это очень важная функция в случае, если вы хотите протестировать какую-то задачку, но не хотите придумывать какие-то числовые значения. Вот так вот набили и, соответственно, проверили. Итак, задачка у нас с вами будет такая. Узнать, какой филиал, какой филиал сработал на общую сумму, превышающую четверть всего вот этого годового итога. То есть смотрите, есть общая сумма по всему, по всей таблице, по всем филиалам. И нужно узнать, какой филиал превысил четверть из этой суммы. Работать мы будем по общей сумме каждого филиала. То есть давайте вот так. Выделим в 14-й строке B14E14. Нажмем Alt равно, посчитаем общей суммы. Общей суммы. И Alt равно. Левый Alt и значок равно. Ну или автосумма обычно. И в ячейке А16 мы напишем так. Общая сумма. А 18 посчитаем общую сумму по всем филиалам. То есть по всему нашему, по всей нашей организации. Общая сумма вот этих вот суммарных данных. Итак, еще раз задача. В 15-й строке мне нужно написать, допустим, значком плюсик. Те данные, которые превысили четверть от общего итога. И минусик поставить те, которые меньше четверти. То есть фактически, что мне нужно сделать? Мне нужно посчитать отношение суммы по первому филиалу к общей сумме. И проверить, больше равно это значение одной четвертой от вот этой общей суммы. Если да, поставить плюс. Если нет, поставить минус. Итак, готовы? Считаем. В ячейку В15 встаем, пишем, равно если. Логическое выражение. Если ячейка В14, сумма по конкретному филиалу, дробь. Ячейка А17 фиксированная. То есть если отношение В14, ВК17 фиксированное больше либо равно. Больше равно. Значок ставится двумя значками подряд. Менять местами их нельзя. Равно больше это не то. Сначала больше, потом равно. Дальше. Одной четвертой. От. То есть умножить. От ячейки А17. И снова фиксированная. Если это условие выполняется, то ставим плюс, иначе ставим минус. Значит, нам необходимо через точку запятой указать, что мы переходим к аргументу значения «если истина». И плюсы и минусы – это текстовые сообщения, которые нужно всегда в формулу вписать в кавычках. Поэтому кавычка плюс кавычка. Ой, да. Минуски раскладочка. Кавычка плюс кавычка. Иначе точка запятой. Кавычка минус кавычка. И скобочку закрываем. Дальше, так как мы все правильно зафиксировали, формулу копируем вправо. И пока он нам, как говорит он, ничего подобного. Ни одно значение не превышает четверть. Ну, давайте попробуем. Действительно так. Я проверяю. В4 делю на А... Так. На А18 у меня сейчас будет. Сейчас, секундочку. Да. Так. Проверяем. В15 делю... Ой. В14. В14 делю на А18 фиксированную. Смотрю. Ответ. 0,23. До 25 не дотягивает. Все остальные. 22. Во. А вот здесь у нас пишет 27 и 27. Почему у нас, кстати, не сработало? Давайте-ка посмотрим. А? Не сработало. Да. Значит, давайте еще раз проверим. Значит, возможно. Возможно, нам необходимо поставить вот здесь скобочки. Давайте попробуем скобки поставить. Может быть, это нам даст. Так. Одна четвертая. Посмотрим таким образом. Опа. Странно. Все должно было считаться. Хорошо. Попробуем таким образом свернуть условия. Если вот это значение больше либо равно. А, так от чего же я? Конечно. Действительно так не будет считать. Мы немножко промахнули с формулой. Умножение вот здесь. Конечно. Здесь умножение нужно убрать. Чего же мы так промахнулись-то? Ой. И ребята нам подсказывают тоже. Видно, заметили. Значит, смотрите, еще раз. Если отношение текущего к общему больше 1 четвертой, ну, естественно, скобки тогда уже не нужны. Больше равно тогда плюс, иначе минус. Вот. Правильно. Вот. Если суммы будут меняться, все будет пересчитываться и так далее. Итак, сейчас мы с вами какой сделали вывод? Мы сделали вывод текстовый. Текстовый. Текстовый плюс, текстовый минус. Можно ли нам было написать какой-то конкретный текст, кроме плюсика-минуса? В кавычках любую фразу. Все, что угодно. Далее. Давайте посмотрим вариант другой. Нужно посмотреть, превышает ли по первому филиалу вот эта сумма среднеарифметическая по нашему году. Так, среднеарифметическая, давайте нет. 1,12 возьмем, ну, то есть по аналогии. То есть больше ли наше текущее значение, чем 1,12 по году, по конкретному филиалу 1. То есть не будем заморачиваться на все филиалы. Возьмем только первый филиал. И сделаем выводы. Если больше, то молодцы, иначе писать ничего не будем. Итак, неполное если рассматриваем. Равно если. Равно если. Текущее значение B22. B2, да, B2. Это с утра просто занятие. Итак, если B2 больше 1,12. От чего? От общей суммы по филиалу. От B14 фиксированный. То, точка запятой. Тогда мы в кавычках пишем, там, молодцы или хорошо. И встает вопрос, а нужно ли заполнять аргумент ложь. Обращаем ваше внимание на вот эту подсказочку. Два последних аргумента истинной ложь у нас даются. В квадратных скобках. Квадратные скобки говорят о том, что этот аргумент необязательный. Кстати, оба аргумента не заполнять. Функции если нельзя. Какой-нибудь из них или истинный, или ложь, нужно обязательно чем-то заполнить. Так вот, мы можем не заполнять ложь. То есть мы можем просто сейчас закрыть скобку и завершить формулу. И в этом случае, в этом случае у нас на приотрицательном ответе будет написано слово ложь. Вот. К чему веду? Если у вас используется неполный вариант функции, заполнять второй аргумент вывода нужно обязательно. Потому что мы не привыкли видеть истинность или ложь в ответах. Чем заполнять? То есть если у нас с вами используется неполное если, неполное если, тогда мы забиваем ответ ложь либо нулем, либо две кавычки, это текстовая пустота, либо какой-то текст, то есть отрицательный вывод в кавычках, когда решать, какую из этих вариантов использовать. Ноль всегда используется в числовых столбцах. Числовые столбцы. То есть если столбец числовой, никаких текстовых решений быть не должно. Если столбец текстовый, значит может быть какой-нибудь текстовый вывод. Итак, текстовые столбцы могут принимать значение две кавычки, то есть текстовая пустота, или какая-то фраза, введенная в этих кавычках. Почему в числовых столбцах нельзя? Чаще всего, допустим, у нас числовой столбец затем используется в каких-то дополнительных вычислениях. Чуть попозже мы это тоже с вами посмотрим. И если мы будем складывать там арифметически, текст с числом складываться не может. Excel будет выдавать ошибку. Итак, у нас сейчас числовой и текстовый столбец. Вывод. Молодцы, это текст. Значит, второй вывод должен быть тоже текстовым. И, наверное, очень хорошо будет использовать кавычки. Поэтому мы с вами возвращаемся в формулу. И после фразы «молодцы» в кавычках дописываем точку с запятой и просто две кавычки. Добавляем текстовая пустота. Завершаем формулу и обновляем ее на все оставшиеся чеки. То есть вот так мы быстро видим, сколько у нас справились с месячной нормой, сколько не справились с месячной нормой. Так, здесь все понятно? Итак, неполное «если» в Excel заполняется полностью либо нулем, либо двумя кавычками мы добавляем второй вариант решения. Так, давайте посмотрим, как применять вот эту числовую политику. Поставим себе условия. Условия. Если текущее значение, то есть январь, допустим, больше, максимально у нас 10 тысяч, давайте так, больше 5 тысяч. Если значение больше 5 тысяч, то даем 2% премии. То 2% у нас будет с вами премия от этой суммы. Про иначе ничего не говорим. Итак, снова работаем по первому филиалу только. Условия ставим. Условия ставим. Значит, если логическое выражение значение B2 больше 5 тысяч, то вывод делаем 2% умножить на значение B2. То есть 2% премии. Пока ложь мы не показываем. И, соответственно, в ответе, в отрицательных значениях мы видим с вами вывод ложь. Допустим, я забыла про текстовый числовой столбец и хочу поставить вместо ложь пустоту. Тогда добавляю вот сюда 2 кавычки. И вроде бы у меня красиво. А дальше, смотрите, я хочу посчитать сумму. То есть итог. К B2 я прибавляю премию G2 через плюсик. И вот она причина, когда числовые столбцы нужно заполнять нулями, а не кавычками. Потому что арифметическая сумма к числу текст прибавлять не умеет. И мы видим ошибки. Решетка – знач. Итак, правильный, корректный ответ в нашей формуле, когда вместо кавычек на позиции ложь ставится ноль. Исправляю предыдущую формулу и получаю правильный ответ. Если, кстати, нули смущают, нужно их скрыть. Скрыть через пользовательские форматы. Так, сейчас в хинучку. Значит, появился вопросик. Можно ли время сравнивать? Я создаю еще один лист и пишу где-нибудь время. Ну, например, там 10.00, значит, во второй ячейке 10.00, ну, допустим, 15. Выделяю две ячейки, копирую вниз. Ну, пусть будет там 12.00. И вопрос поставим так. Если время больше, допустим, 11.30, то молодец, а иначе ничего не пишем. Или наоборот. Давайте другой обратный момент поставим. Допустим, это какое-то соревнование и время зачетное. Зачетное время 11.30. И нам нужно поставить все, что меньше. 11.30, молодец, это прошел следующий, так сказать, тур, да? А все остальные не прошли. Вот, давайте смотрим. Функция равно если. Если. Если ячейка, ставим меньше, либо равно. Дальше нам нужно написать время 10.00. Если это в условии выполняется, то пишем. 11.30, да, простите, конечно. Глаз да глаз называется. 11, да? 11.30. Значит, смотрите, какая ситуация. 11.30 я просто писать не могу. Видно, что получается? Excel начинает это использовать как выделение диапазона с 11 по 30 строку. Видно? То есть со временем есть маленький нюанс. Мы должны время представить в общем формате. Смотрите, 11.30 в общем формате это доля. 0.47 там и так далее. Вот это число мы должны написать в условии. Сейчас я его скопирую. То есть просто встаете в ячейку, где у вас условия, граница. Назначаете ей общий формат. И вот это число вы себе в память копируете. И вот это условие нужно будет ставить. Равно если ячейка А2 меньше равна вот этому значению. Ну, то есть хвосты можно, конечно, немножко обрубить. Вот. То делаем вывод в кавычках. Молодец. Иначе... Конечно, обязательно. Так. А, ну да, я пока переключалась. Итак, если меньше равно этому значению, то молодец. Иначе... Ну и, наверное, две кавычки. Раз это столбец текстовый, и мы не хотим больше никакого вывода видеть. Вот. Ну, а теперь здесь нам нужно просто форматик скопировать и вернуть время. Можно использовать ссылку на ячейку, где это время будет стандартно использоваться, 11.30. Тогда со ссылкой на ячейку вам не нужно будет числовое значение применять. То есть вариация, да? Давайте я скопирую эту формулку. Вот сюда. И в ячейке Е1 я пропишу вот эту вот границу, то есть предел. И, соответственно, вместо вот этого значения напишу ссылочку на ячейку. Фиксирую, естественно, чтобы у нас ссылка осталась. Второй вариант интереснее. Во-первых, не нужно знать вот это числовое отображение нашего времени. Во-вторых, мы можем менять, допустим... А может быть, это будет у нас 11.15 или 11.10 норматив какой-то, да? И он автоматически будет пересчитываться. В первой формуле вам придется вот это числовое значение переделывать. Вот. Так. Ну, как, Анна? Нормально? Успели? Вот. Ну, или, опять же, больше одна ячейка, другое, все нормально. То есть я думаю, что там уже разберетесь с вашими вопросами. Да, Николай, да, очень хорошо. Есть функция «Время значит», это значение времени, которое вот это время переводит в общий формат самостоятельно, да. Но если нужно быстро, а функцию просто не знаете, можно вот таким вот образом поступить. Итак, значит, мы с вами рассмотрели несколько примеров на функцию «если» и делаем вывод для себя. Вывод в следующем. Вывод в следующем. Когда у нас ставится условие, у нас обязательно должно быть прописано. Должно быть прописано. Логическое выражение. То есть что с чем сравнивается. Итак, что с чем. Что это должно быть либо конкретное значение в ячейке, либо значение в диапазоне ячеек. С чем это должно быть, либо числовое, либо текстовое значение, либо, опять же, значение из ячейки, то есть константа или переменная. Оператор сравнения. Это наши обычные. Больше, меньше, равно, не равно, больше, равно, меньше, равно. Ну, стандартные наши с вами операторы. Значит, это все должно быть прописано в условии. Дальше. Если вы знаете два выхода, значит, пишите вывод «нет» или «истина». Ой, простите, не то. Вывод «да» или «истина». Что делать в этом случае? И вывод «нет», то есть ложь. Что делать в отрицательном случае? Если какой-то из этих выводов явно в условии не прописан, заменяйте на нули, на кавычки, либо на какую-то фразу. В зависимости от типа наших столбцов. То есть в любом случае у нас оба решения должны быть видны. Иначе вы получите только логические высказывания «истина», «ложь» или какое-то решение, слово «ложь», «ложь», «ложь». Итак, это были задачки на обычную функцию «если». На этом у нас с вами время заканчивается. Немножечко как бы рекламного сообщения. Во-первых, мы с вами создавали списки месяцев, филиалы и так далее. Это у нас маркер автосополнения, который рассматривается на первом уровне цели. То есть кто себя еще не очень, так сказать, хорошо чувствует, можете обратиться. На втором уровне у нас рассматривается функция «если» как обычная, то есть применение вот того, что мы сейчас с вами посмотрели. Там тоже несколько примеров. Вот. На третьем уровне у нас используется «если» внутри формул массива. Ну, а особенности мы с вами будем смотреть на оставшихся наших с вами семинарах, если, конечно, вы к нам дальше придете. Файлики, с которыми мы работали и презентация, обязательно я их выложу в личный кабинет нашего семинара. То есть можно будет забрать. Напоминаю, что, так сказать, с вами была я, Сидорова Ильяна Владимировна, да. Если вдруг заинтересовались нашими курсами, можно позвонить вот по этим телефонам, ну, либо обращаться ко мне по, так сказать, электронной почте, да, если будут какие-то вопросы. Спасибо вам за то, что пришли и подключились. Ждем вас на следующих семинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!